коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня мы с вами разберем как забирать профит с рынка и это будет некая такая рубрика наверное вредных советов как делать ни в коем случае не стоит наверняка многие из вас я больше чем уверен что значительная часть трейдеров имеют представление о трейдинге как покупать дешево продавать дорого и держать свои позиции непременно до каких-то там границ противоположных и забирать широкие широкие движения особенно это касается тех кто заходят в сделки именно intraday с короткими стопами и внутри дня имеет возможность а бывает даже неоднократно фиксировать значительную прибыль то есть если мы заходим там например на срыв там базы после пампа какой-то монетки да у нас есть потенциал снижения к месту старта да такие ситуации бывают и это имеет место быть но так будет не всегда и нужно это понимать быть может это просто будет более глубокая коррекция после которой нас повезут на перехай либо на перелой если мы смотрим после пролива какие-то монеты на подбор основная задача стоит забирать в ту малую часть где мы понимаем предполагаем верную расстановку участников в ту или иную сторону там где одни будут терять другие будут зарабатывать и мы непременно хотим оказаться с той стороны кто будет извлекать прибыль с рынка бывают ситуации довольно таки часто когда цена не идет сильно далеко но проходит значительное расстояние которое позволяет забирать там пять шесть семь десять рисков если мы говорим об intraday входе то есть у нас короткий стоп скажем там 0708 процент один процент инструмент проходит там 5 6 7 а после этого начинает возвращаться делать обратное движение не всегда бывают ситуации когда инструмент после какого-то движения формирует контр трендовый стоп то есть давайте наверно как пример покажу так как на разборе у нас будет монетка api 3 там была шортовая сделка разберем на ее примере есть у нас уровень допустим даст истории и мы даем поджатие на торговочку и хотим работать шорт а так как это все у нас было после пампа и мы там откуда-то снизу далеко нас подкинули и после этого дают до такую точку входа мы хотим мы же продаем на самом верху и мы хотим держать непременно вот сюда куда откуда точнее мы стартовали да такие ситуации бывают но в ситуации с intraday входом когда мы можем поставить короткий стоп за узкую торговку либо зайти как вы было на петре с ретестом и спрятать стоп за хвост ложного пробоя посидеть с коротким стопом вот в этом небольшом движении у нас будет и 5 и 6 и 7 и 10 к одному довольно таки часто но вот это призрачная прибыль где-то там далеко внизу мы где будет непременно там 50 рисков профита она как надежда манит и вот это стремление удержать intraday вход с большим объемом и вот туда до противоположной границы но иногда затмевает сознание когда мы уже но бывает ситуации да мы сходили вниз и после этого начинаем формировать какое-то поджать обратную сторону да это может быть манипуляции мы свалимся непременно вниз но если мы видим контр трендовую точку входа особенно когда инструмент за день уже прошел достаточно закрывайте позиции не отдавайте прибыль в рынок можно надеяться можно там основываться на статистике каких-то широких движений и делать какие-то выводы но когда мы видим при открытой шартовые сделки лонговый сетап закройте позицию либо подтяните стоп лосс в то место где бы вы то есть здесь можно не заходить в ланге с у нас домашки шартовая но закрывайте позицию не отдавайте прибыль в рынок бумажная прибыль она призрачная до тех пор пока мы ее не зафиксировали а еще лучше не вывели то есть когда мы можем это прочувствовать и понять что вот она наша монетка который мы заработали это одно другое когда мы видим лишь просто цифрки в терминале и это совсем совсем другое значит давайте наверное на примере ульфе то есть пробросили до нас пропалили манерку и далее поджали и сорвали и вот мы упали ровно туда откуда стартовали только здесь получили там мало-мальской существенную реакцию вот это движение по сути дела без отката мы ни разу не вышли за хай предыдущего дня ни одного дня такого не было и можно позицию держать по вас там среднесрочным правилам подтягивая стоп за хай предыдущего дня то есть день закрылся за хай подтянули день закрылся за хай подтянули вот таким образом высиживать среднесрочной позиции но так будет не всегда сегодня такая вот ситуация разбирали с одним участником выпускниках монетку api 3 было шартовая после пампа тут было несколько попыток роста нас прижали и малая волатильность общем все как мы любим в первичное движение человек не успел так как спал в этот ложный пробой не полез потому что глубоко сделали локальный перелой и вот в этот ложный пробой залез стопик прятал позиция просто визуализировать на стопик прятал там за хвост порядка процента был стоп-лос чуть меньше и вот в этом движении инструмент если мы говорим до самого даже здесь уже давал там порядка восьми к одному вот в этом движении это была быстрая сделка внутри дня дальше у нас ночной флэт с утра нас опять подбрасывают то есть мы уже имея бумажную прибыль восемь к одному в какой-то момент отдавали в рынок по сути дела там 60 с лишним процентов да то есть 6 рисков обратно в рынок отдали далее мы делаем движение на перелой ну и здесь огромная уверенность что мы при поедем непременно дальше после этого нас опять выкидывают наверх и опять отдается значительная часть прибыли еще даже больше было отдано обратно в рынок нежели вот в этом движении и после этого мы опять делаем вот эти вот попытки хода вниз и все это время позиция жартовая остается открытая ни одной фиксации на пути движения потому что есть некое предубеждение что мы непременно придем сюда да мы пришли сегодня но пришли мы сюда после перехая вот стоп лосс срезала позиции нет а дальше мы достигли цели перезаходить или не перезаходить это дело третье но сама ситуация что мы имея уже прибыль которую нам рынок дает отдаем обратно и здесь было три движения после подбросов вот этих когда можно было закрывать тут и восемь к одному и девять к одному ну и порядка там 10 11 к одному можно было забирать то есть рынок дал возможность мы этой возможностью воспользовались точки зрения входа вход выполнен стоп короткие условия соблюдены все красиво но затем в какой-то момент вот надежда что мы непременно вернемся туда откуда стартовали она сознание отодвигает в сторону и подключает жадность непременно додержать вот всем объемом полной позиции до самого низа потому что вот это призрачная прибыль там 20 рисков вместо 10 она скажем так превалирует над здравым смыслом не совершать таких ошибок когда рынок дает фиксируйте выводите в реальный мир то прочувствуйте почувствуйте да монетку потратьте этом на себя на близких просто нужно это ощутить до тех пор пока это прибыль бумажная она остается только на бумаге в виде цифр в вашем терминале когда мы фиксируем там другие механизмы могут начинать работать да то есть где-то что-то получилось можно начать скажем так отходить от правил торговой стратегии ну рынок дал щедро можно чуть-чуть попробовать отдать и рискнуть например там большим объемом зайти то есть такие вот моменты убираете это все возвращаетесь непременно в точку 1 откуда вы начинаете когда у вас полностью выстроена вся логика от того что должно быть до до того как вы входите как вы сопровождаете сделки можете пересмотреть видео про сопровождение я касался уже этого момента извлекайте то что дает рынок даже если не пройдено 3 к одному и вы видите формирование например мы сидим в продаже у нас формируется точка входа в лонг вы видите что сделка уже не идет по сценарию забирайте прибыль с рынка экономьте стоп-лоссы экономьте риски и на дистанции это будет всяко более плюсово чем мы будем вот таким образом отдавать помимо всей прибыли обратно в рынок мы еще и будем отдавать тот самый риск особенно это касается ситуации когда цена медленно идет обратно то есть когда такие движения это можно пропустить не увидеть проморгать и все такое прочее но когда цена идет вот так вот пилой еще и делая надежда вот эти движения надежды до в сторону профита затем опять идет пилой в обратную сторону то есть против нас вот в таком движении отодвигает стоп-лосс еще проще то есть когда это все медленно происходит и мы вот здесь вот начинаем слева прикручивать свои думки куда можно спрятать стопик а в конечном итоге когда цена подходит вот-вот нас уже там от бушит или ну если это без убыток да вот в данном случае человек сидел в безубытке когда цена начала двигаться стремительно вверх то есть было уже такое что я же принял тот риск когда открывал позицию значит я отодвину стоп-лосс ровно туда где он был изначально и в конечном итоге даже еще проскользила немножко и риск немножко превысил расчет так что избегайте таких ситуаций дал рынок забрали ушли в сторону ждем другой подходящий понятной ситуации все всем удачи используйте стоп-лоссы пока пока а